Инсталайв В ходе прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, вступительных испытаниях, условиях приема, а также об особенностях учебного процесса На все ваши вопросы с удовольствием ответят заведующий кафедрой радиофизики, доктор физико-математических наук Олег Николаевич Шерстюков и доцент кафедры радиофизики Евгений Юрьевич Рябченко Для начала я предлагаю такое небольшое вступительное слово Вообще расскажите о направлении подготовки информационной безопасности, кого там готовят и вообще в целом об институте физики Прежде всего я хотел бы пригласить наших абитуриентов в институт физики, высшую школу киберфизических систем и прикладной электроники В рамках которых происходит подготовка специалистов в области информационной безопасности Ну и сразу хочу сказать, вот даже по своей шпаргалке, что мы принимаем бакалавриат по информационной безопасности Профиль называется безопасность автоматизированных систем Мы принимаем специалитет, то есть информационная безопасность автоматизированных систем А профиль называется обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем Ну и тема нашего сегодняшнего эфира – это информационная безопасность в магистратуре, это информационная безопасность распределенных информационных систем Ну и вы, наверное, уже услышали слово «высшая школа киберфизических систем и прикладной электроники». Наверное, вам интересно, что такое киберфизические системы, да, прежде всего. Вообще, для чего мы эту школу создали. И вот сейчас в рамках этой школы происходит подготовка в двух направлениях. Это радиофизика и информационная безопасность. И, соответственно, может, вы слышали такое понятие, как общество 5.0. И вот общество 5.0 как раз мы готовим специалистов, которые будут продвигать это общество 5.0. Это, в частности, распределенные интеллектуальные системы, это интернет вещей, это big data, это различные информационные системы информационной безопасности на различных физических принципах. То есть это все у нас. А почему киберфизические? Это, собственно, взаимодействие физического мира и информационного мира. И вот как раз на стыке вот этого мира происходят основные утечки информации. Очень часто человек является причиной этих утечек. Поэтому, собственно, вот в киберфизическом мире и вот в таком мире информационном и возникают все эти проблемы, которыми мы занимаемся. Ну и вот, чтобы было понятно, я тоже вот еще одну табличку, шпаргалку свою взял. Смотрите, значит, атаки хакеров в 2019 году одна атака в 14 секунд. В этом году уже 11 секунд. И еще одну только хочу сказать цифру. Сбербанк оценил потери от кибератак в 2019 году в мире. Это 2,5 триллиона долларов. То есть, если вы помните ВВП России, то это больше, чем ВВП России в год. То есть каждый год теряется экономических ресурсов столько, сколько ВВП России. То есть это в голове не укладывается. Ну и если вы помните Ротшильдов, да? Ротшильдов, по-моему. Да. Натан Ротшильд сказал, кто владеет информацией, тот владеет миром. Так вот, мы можем перефразировать, кто сумеет сохранить свою информацию, тот и будет владеть миром. И в любой информационной системе сейчас 20-30% тратятся на сохранение информации. Не развитие этой информационной системы, а на сохранение информации. То есть это показывает важность защиты информации и ее повышающееся значение в мире. Поэтому чрезвычайно актуальная специальность. И я уже вам сказал, что информационная безопасность распределенных информационных систем. Что такое распределенные информационные системы? То есть мы привыкли, что информационная система — это централизованный какой-то сервер, который собирает информацию, где она хранится. Так вот, такая система очень уязвима. Ее можно уничтожить, атака именно на этот сервер. А это когда функции и данные и условия существования распределены между различными системами, компонентами системы. Поэтому уничтожение одной компоненты практически не сказывается на работе всей системы. Но вот криптовалюты, они именно таким вот образом рождаются и сохраняются. Поэтому вот здесь есть выход и на блокчейн, и на большие данные именно с этой точки зрения. Ну, на самом деле, мы еще в 90-е годы начали заниматься этой тематикой. Тематика эта развивалась в рамках направления радиофизики, поэтому мы изначально занимались аппаратными средствами защиты информации. А радиофизика — это такая наука, которая, вообще говоря, именно продвинула информационные технологии с точки зрения мобильного мира. То есть не просто цифровой мир, а мобильный мир, да? То есть это мир радиотелекоммуникации, передачи информации с огромными скоростями. Поэтому мы как раз сосредоточились именно на защите информации, именно в области радиотелекоммуникации. И это наша основная тематика. И вот просто хочу сказать, а какие проекты у нас сейчас есть, где вот нужно обеспечивать информационную безопасность вот таких распределенных систем? Так вот, я хотел просто назвать некоторые проекты, которые мы сейчас продвигаем. Например, с НПО КАМАЗ у нас создан учебно-научный центр интеллектуальных транспортных систем. Это беспилотный КАМАЗ, да? То есть это беспилотный большегрузный автомобиль для логистических перевозок. Это Одиссей. Автономный карьерный самосвал. Самсон. То есть это интеллектуальные управляющие системы, которые должны взаимодействовать между собой. Еще хочу одну цифру сказать. В 2023 году предполагается, что 30% кибератак будут посвящены тому, чтобы дискредитировать базы данных, которые занимаются обучением нейронных систем, именно вот таких автономных систем. То есть мы обучим КАМАЗ двигаться определенным образом, а потом окажется, что база данных, которой мы пользовались для этого, она каким-то образом дискредитирована. И это приведет к тому, что вместо человека он будет распознавать, скажем, велосипед или еще что-то. Правильно? То есть это очень такие серьезные вещи. Затем у нас работы, связанные с инерциальными спутниками, системами навигации с повышенной точностью, потому что мы все время говорим GPS, GLONASS, вы слышали такие беспилотные летательные аппараты, залетают туда, куда нужно, нужно защищаться от них, да? То есть мы как раз вот этими защитой от беспилотных летательных аппаратов тоже занимаемся. Дальше, например, системы синхронизации по радиоканалу для управления роем беспилотников. То есть человеческий глаз. Это у нас два глаза. Представляете, как хорошо, если с двух беспилотников одновременно смотреть в одну точку. То есть мы имеем уже объемное изображение, да? А как защитить эти беспилотники, как передать с огромной скоростью по защищенному каналу связи эту информацию? Это тоже очень важный вопрос, которым мы занимаемся. Или, например, распределенные сенсорные сети. Это и ЖКХ может быть, или, скажем, какие-то экологические сети, сейсмические сети, да, которые передают информацию. Как доставить в защищенном исполнении эту информацию в какие-то центры, которые обработают эту информацию? Но самое главное, что мы занимаемся защитой информации автоматизированных систем. То есть это все системы уже с искусственным интеллектом. Потому что здесь бывает простой искусственный интеллект. Любая управляющая система, когда она анализирует информацию, принимает решения и управляет чем-то, это уже интеллектуальная система. А, значит, сильные интеллектуальные системы, о которых мы все время говорим, о том, что мир машин будет принимать какие-то решения, о том, как нам жить лучше, и что мы в этом будем делать, то есть открывается неимоверное будущее здесь. И в этом смысле, я вам сказал, киберфизические системы, системы взаимодействия физического мира и информационного мира, мира машин, да? Это чрезвычайно важные аспекты. Как, чтобы мир машин, интеллектуальный мир не захватил мир человека? Это тоже, вообще говоря, подтема информационной безопасности. Ну и предвижу еще, наверное, вопросы, связанные с тем, насколько востребованы. Понятно, что востребованность совершенно колоссальная. Я сегодня с утра зашел на сайт и смотрел вакансии по информационной безопасности. В Казани порядка 100 вакансий свободно для информационной безопасности. В Москве полторы тысячи, то есть примерно в 10 раз больше, да? Ну и в Казани от 40 до 150 тысяч начальная зарплата. В Москве меньше 100 тысяч я не нашел. Есть вакансии 250-300 тысяч. Специалист по информационной безопасности. То есть вы видите, что эта специальность очень востребована. И дальше мы будем все больше и больше востребованы с этой точки зрения. Пока вы говорили, у нас уже появились некоторые вопросы. Давайте перейдем к конкретным сначала. А где можно посмотреть учебную программу по данному направлению? То есть предметы, количество часов, есть ли это расписанное? Да, конечно. На сайте приемной комиссии и на сайте Казанского института физики есть предметы. Я, кстати, тоже к этому вопросу немножко подготовился. Вот основные курсы магистратуры информационной безопасности. Я просто немножко зачитаю, чтобы было понятно. Защищенные информационные системы, технологии обеспечения информационной безопасности объектов, управление информационной безопасностью, информационно-аналитические системы безопасности, информационная безопасность операционных систем реального времени, методы и средства защиты информации в системах электронного документа оборота, организационно-правые механизмы обеспечения информационной безопасности, защита информации в современных мобильных системах. То есть, видите, это самые-самые различные аспекты. Я еще хотел обратить на один аспект. Дело в том, что специалист информационной безопасности в области IT-технологий не может знать в IT-технологиях меньше, чем специалист в IT-технологиях. Поэтому информационная безопасность – это уже надстройка. И поэтому, соответственно, все, что касается IT-сферы, конечно, и в бакалавраатуре, и в нашей магистратуре изучается. И когда мы говорим там информационная безопасность, скажем, мобильных систем, мы прежде всего изучаем мобильные системы и уже в последнюю очередь, как эти системы защищать. Информационная безопасность – баз данных, например. Изучаем, как строить базы данных, как ими управлять, а потом уже, как эти базы данных защищать. Поэтому это, прежде всего, специалисты очень разносторонние именно в области IT с точки зрения защиты информации. Вот смотрите, есть такой вопрос. А если человек живет в маленьком городе, где нет передовых компаний? Вот вы сказали, Казань, Москва, там, уверен, в этом списке есть Санкт-Петербург и так далее, и так далее. Вот он выучился на безопасника практика, приехал в свой город, город маленький, нет IT-компаний. Кем ему работать? Ну, вообще, как вот? Ну, вот смотрите, значит, востребованность специалиста – это не только IT-компания, потому что информационные системы есть сейчас в любых органах управления, да, в местном самоуправлении, значит, в любых организациях. Почему? Потому что любая коммерческая организация, она имеет свою информационную систему, она имеет, в конце концов, базу данных клиентов, которые тоже нужно сохранять. Другое дело, что принципы защиты и стоимость защиты информационной системы маленькой организации, они разнятся от большой организации. Поэтому, конечно, с точки зрения карьерного роста желательно работать в большой организации. Я уж не говорю, что силовые структуры, значит, ФСБ, военно-промышленный комплекс – все заинтересованы в специалистах информационной безопасности. Я могу еще добавить от себя в ответ на этот вопрос, что сегодня мы живем, по сути, в сети интернет, который, конечно, наверняка до этого маленького городка добрался. Поэтому человек, который у нас учился и получил диплом бы специалиста в области информационной безопасности, конечно, может с таким же успехом оставаться в своем городе, дистанционно, удаленно работать в какой-то, может быть, серьезной компании. Потому что, ну, все знают, что сегодня популярен такой вид, как аутсорсинг, когда… или дистанционное управление, дистанционная работа. То есть это, в принципе, появилось достаточно давно и не связано с текущими событиями. Поэтому, конечно, такой человек, я считаю, может найти работу, в общем-то, в любой точке мира. Самое главное, чтобы у него был доступ в сети. Хорошо. Есть у вас еще такой вопрос. А строить и настраивать сети вы тоже учите? Ну, сетевая инфраструктура, информационная безопасность сети – это, ну, одно из самых главных, наверное, в области информационной безопасности, в области информационных систем. Конечно, мы этому учим. У нас есть соответствующие дисциплины, у нас есть лаборатория компьютерных сетей. И, конечно, мы довольно большое внимание этому уделяем. Человек действительно, прежде чем как бы стать специалистом в области информационной безопасности, должен четко представлять, что такое себя представляет компьютерная сеть. Ну и раз уж заговорили немножко о практике, то вот где студенту-безопаснику набирать практический опыт? Какие достижения он по итогам учебы сможет записать себе в резюме? Как он может прокачаться самостоятельно во время обучения? То есть больше про практику, в принципе, говорим. Ну, вот опять-таки могу добавить, что сегодня у нас, конечно, очень много всего можно сделать в сети, в том числе и удаленно. Ну и кроме того, если, скажем, говорить про информационную безопасность компьютерных сетей, то сегодня любой пользователь своего компьютера может создать у себя в рамках одного компьютера некоторую виртуальную компьютерную сеть и отладит очень много различных вопросов, связанных с инфрационной безопасностью. Вот, то есть, в общем-то, это... Это вопрос перекликается даже еще с одним вопросом у нас. Все-таки мы находимся в состоянии... Дистанционки. Дистанционки, да. И вот с этой точки зрения, Евгений Юрьевич, наверное, немножко сказал, мы же столкнулись с тем, что нам нужно выпускные квалификационные работы было делать, да, и допуск студентов на рабочие места, значит, был затруднен. И вот как мы в этой ситуации из этого выходили и вышли достаточно хорошо. Да, как раз упомянут Олегом Николаевичем дисциплину информационную безопасность операционной системы реального времени в плане практических занятий целиком прошла в удаленном режиме на сервере нашей кафедры. А раз уже говорили о дистанционном обучении, вот есть сейчас вероятность того, что в сентябре месяце обучение у нас продолжится в дистанционном формате. Как вот вообще студентам к этому всему готовиться, как настраивать себя на дистанции, магистратуре, уже, соответственно, по такому направлению обучения? Ну, на самом деле, я немножко отвечу на этот вопрос, да? Вот для меня было немножко парадоксально, что количество студентов, присутствующих на лекциях в дистанции, было больше, чем количество студентов, реально присутствующих в аудитории. То есть с этой точки зрения оказалось, что дистанционное обучение пошло на пользу. Я уж не говорю о том, что лекция записывается, ее можно прослушать, тем, кто не был, да? Но вот мы все-таки наука практическая, особенно информационная безопасность автоматизированных систем, вот ради физика, которой мы занимаемся, поэтому у нас 50% времени – это лабораторные работы, да? И здесь вот, когда это касается IT-предметов, то, вот как Евгений Юрьевич сказал, это на виртуальных машинах, системах автоматизированные, проектированные, которые размещены на северах Казанского университета, и студент имеет к ним доступ и выполняет задания. Мы сейчас пошли еще дальше. Мы создаем лабораторные стенды, которые со студент может управлять этим лабораторным стендом и смотреть, что у него получается. То есть он управляет генератором, управляет осциллографом, он смотрит, что там на экране появляется, он может промоделировать эту ситуацию, посмотреть ее в действительности. То есть, ну, я даже так скажу, что это может быть коммерческий продукт для других вузов, потому что оказывается, что не обязательно покупать железо, а можно вот таким вот образом в реальном времени проходить лабораторные работы и обучаться. Ну, конечно, социум никто не отменял, надо общаться, ребята, поэтому это важно, конечно. Ну, еще один вопрос, который в этом блоке вопросов про дистанционку. Вот как вступительные испытания будут проходить? Они уже совсем-совсем скоро. Да. Значит, во-первых, тоже в ней шпаргалка на этот счет, чтобы я что-то не забыл. Онлайн-заявление в электронном форме в социально-образовательной сети «Буду студентом» с прикреплением электронных копий, необходимых документов. То есть, в университет появляться не надо, все можно делать удаленно. Электронная подача заявлений на обучение осуществляется с 20 июня по 18 августа. Ну, и для подачи в личном кабинете необходимо загрузить документы, паспорт, диплом о высшем образовании, приложение о высшем образовании, фотографии, согласие на обработку персональных данных, видите, уже защита информации у нас присутствует, и договор о целевом обучении, если это целевик. То есть, у нас в магистратуре 11 мест бюджетных, 5 будет договорных. Это штучный товар, это всего 15 человек магистрантов на весь Казанский университет. Это очень и очень немного. Хотя бакалавров в этом году у нас, наверное, заканчивается, сколько человек? Наверное, 50, да? То есть, это вот, да, так что вот это специалисты уже на высшей категории. То есть, ясно, что они востребованы в мире. Хочу сразу сказать, что иностранцев мы не принимаем, хотя очень бы хотели, но, к сожалению, это делать нельзя. Но парадокс заключается в том, что наши ребята после окончания информационной безопасности могут уезжать за границей, работать там в области IT. Вот это для меня парадоксальная ситуация. А вот вообще, на самом деле, это был мой следующий вопрос. Можно ли с дипломом вашего направления устроиться за границей? Давайте я сейчас сегодня немножко перефразирую. Какие есть программы, может быть, международные стажировки, договоренности с какими-то другими институтами присутствуют? В области информационной безопасности нет. Сразу скажу, да. Но вот наших бакалавров с удовольствием принимают немецкие вузы в Германии. Почему? Потому что, ну, мы почему говорим не Германия, Финляндия, потому что в случае там определенных требований, там можно получить бесплатное образование. Все-таки для российских ребят очень сложно получать зарубежное образование на платной основе. И по другим специальностям, по радиофизике, по физике, значит, у нас, конечно, есть и договоренности, у нас есть программы двойных дипломов, по информационной безопасности нет. Это связано с тем, что это специальность все-таки двойного назначения. И хотя у нас информационная безопасность в открытом исполнении, мы не даем ни оборудования в закрытом исполнении, ни технологии в закрытом исполнении, то есть и нормативная база вся открытая, но тем не менее вот законодательство таково. А имеется ли уже расписание вступительных экзаменов? И как, собственно говоря, будет проходить сам экзамен? То есть это собеседование в формате? У нас есть тоже на сайте, значит, вопросы для поступления в магистратуру. Там, кстати, не так много вопросов, порядка 15, там 15 билетов. В каждом билете два вопроса. То есть нужно посмотреть. Вообще вот здесь есть одна сложность, она связана с тем, что мы вправе и принимаем выпускников бакалавриата любых специальностей, с удовольствием берем айтишников, да? Но вот если нам придут выпускники, скажем, экономической безопасности, то им будет чрезвычайно сложно учиться с точки зрения информационной безопасности. То есть вот здесь есть вот такие нюансы, поэтому нужно посмотреть на вопросы и тоже вот с этой точки оценивать свои возможности. Потому что иначе получится такая ситуация, что все ребята будут... Ну, у нас есть такие случаи, и они не единичны, когда мы принимаем именно выпускников других направлений подготовки, но нам очень часто приходится их доводить таким образом, что мы посылаем, например, прослушать определенные курсы в бакалавриате дополнительно. Это возможно, это открытый, поэтому это вполне так вот... Ну, я могу тоже добавить, что, в принципе, у нас практически по всем дисциплинам, в том числе и бакалавриата, имеются учебно-методические пособия, которые доступны студентам. Поэтому, если студенту возникает затруднение и недостаточно базовых знаний для какой-то дисциплины, то тогда мы можем, соответственно, вот ему порекомендовать изучить этот предмет, который, скажем так, наши студенты бы это проходили в бакалавриате. Смотрите, я все-таки еще раз уточню этот же вопрос более конкретно. В каком виде будет проходить ступительное испытание? То есть это онлайн-собеседование, это видеозвонок? Как вот это будет выглядеть? Это в Teams, вы знаете, да, платформа Teams. Там, значит, соответственно, студентам будут пароли, допуски, они там, да, будут разосланы их, они получат индивидуальные пароли. И, соответственно, приемная комиссия, она сформирована, есть приказом, все. Она будет заслушивать эти билеты, задавать дополнительные вопросы. И, соответственно, на основании этого все записано. То есть это даже не в личном присутствии, хотя мы тоже под камерой это делаем. А здесь это, в общем-то, все очень так вот. Скорее всего, конечно, у нас будет требование, чтобы у студента, абитуриенту была видеокамера, потому что вот за такой нюанс технический... По опыту дистанционного обучения, который вот сейчас у нас был, у некоторых студентов, ну, небольшого процента иногда возникают такие технические проблемы. Это, конечно, нужно заранее предусмотреть, чтобы видеокамера была. Пробное включение мы обязательно делаем, потому что нам нужен канал связи хороший, чтобы эта связь не прерывалась, потому что мы должны же прослушать непрерывно, что отвечает индустриент. Поэтому это, ну, понимаете, после того, как мы уже вот прошли в дистанционном обучении 3 месяца, да, я думаю, что нам это уже не страшно совершенно. И поскольку поступают бакалавры, они уже тоже слушали лекции в Тимсе, да, значит, выполняли задания, то есть это достаточно привычное дело. Ну, если как бы возникнут вопросы, мы всегда поможем на этот чат. Никаких проблем не будет. Мы не ожидаем проблем. Есть у нас еще такой вопрос. Как расставлены приоритеты между изучаемыми направлениями? Ну, вот смотрите. Как я уже сказал, это прежде всего IT и надстройка, это информационная безопасность. И приоритет — это именно распределенные интеллектуальные системы, это прежде всего информационная безопасность радиотелекоммуникаций, это информационная безопасность компьютерных систем. Вот здесь, знаете, вопрос, с чем перекликается? У нас информационная безопасность, подготовка, подготовки существует на двух, в двух институтах. В институте, то, что мы называем ВМК, учитель математики и кибернетики, да, и в институте физики, вот высшая школа киберфизических систем и прикладной электроники. Вот в чем отличие заключается? Отличие заключается в том, что мы производим обучение с точки зрения аппаратных средств защиты, хотя без программных это сделать невозможно, они занимаются только программными средствами. И это, наверное, приводит еще к тому, что изначально, когда мы делаем аудит информационных систем, а это немаловажная часть работы наших, значит, выпускников, аудит информационных систем, его нужно делать с разной точки зрения. И утечки информации с точки зрения аппаратных средств, они иногда даже более важны. А вообще основной фактор – это человеческий фактор. То есть основная часть информации воруют даже не информационные системы, а люди. Ну и, конечно, интернет. Порядка 70% информации – это интернет и, собственно, электронная почта. Большое спасибо вам за такие подробные ответы. А я напоминаю, что у нас в эфире был Инсталайф с Институтом физики Казанского федерального университета. Сегодня мы говорили о направлении обучения в магистратуре информационная безопасность. На все ваши вопросы, дорогие интуриенты, с удовольствием отвечали заведующий кафедрой радиофизики, доктор физико-математических наук Олег Николаевич Шерстюков и доцент кафедры радиофизики Евгений Юрьевич Рябченко. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова